Автопробег «Дорога-молоку» на несколько дней объединил производителей молока, представителей животноводческих и перерабатывающих хозяйств из разных регионов России. Для нашей республики это стало важным событием, ведь такой опыт помогает не только оценить положение молочного производства, но и подойти к существующим проблемам с другой стороны. Участники автопробега «Дорога-молоку» закончили свое трехдневное путешествие в Чувашии. На итоговом совещании гости поделились впечатлениями о текущей ситуации в молочной отрасли республики и России в целом. И понимаю, насколько тяжело в аграрном секторе, в аграрной республике с очень ограниченным бюджетом стараться что-то сделать, чтобы село как-то держалось на честном слове, не перекладывая ответственность ни на кого. Сегодня я увидел сельхозпредприятие, которое соответствует всем современным требованиям. Я сегодня увидел завод, но я вам скажу честно, с нуля построенных перерабатывающих заводов в стране пару десятков. По словам Андрея Даниленко, молочное производство в России находится не в лучшем положении. Затраты на строительство у предприятий составляют от 20 до 50%. Это гораздо выше, чем у зарубежных конкурентов. Растет количество фальсификата. Все чаще в молочной продукции можно увидеть различные заменители и вредные компоненты. Падает и поголовье скота. Также он отметил, что себестоимость молока в России на порядок выше, чем в других развитых странах. Такая ситуация на рынке не самым лучшим образом сказывается на производстве и реализации молочной продукции. Вести до каждого потребителя то качество продукции, а для этого нужно хорошее сырье. А для того, чтобы делать хорошее сырье, сегодня мы работаем именно товаром-производителями. Им, конечно, сегодня тоже нелегко. Государственная поддержка агропромышленного комплекса за 2013 год составила около 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Это на 112% превышает показатели прошлого года. На развитие молочного производства и скотоводства в среднем выделяется 250 миллионов в год. Но этого явно недостаточно. И члены Союза молоко готовы сделать все возможное, чтобы найти промиссное решение, при котором и производители, и переработчики сырья были бы довольны. В завершении совещания гости попрощались с чувашскими аграриями, но ненадолго. 16 сентября в Москве они снова встретятся на большой конференции. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика.